В экономике нет такого понятия, как менталитет, но есть рынок, спрос, предложения и подобное. То есть это тоже про готовность человека, например, к покупкам каким-то. В Бийске накануне обсуждали, нужен ли городу крематорий. Мест на кладбище мало, хоронить, увы, где-то надо. В мэрии города, однако, и в муниципальном предприятии, обслуживающем похоронную сферу, сказали. В Бийской кремации не готовы, нужно время, чтобы изменился менталитет общества. Хотя, оговариваются, бизнес предлагал открыть такой вид покребения. В общем, закопали идею. Такой вот экономический расчет на уровне ощущений. Здравствуйте, это экономика симптома. Никаких сухих цифр и новостей без контекста, только самое показательное и действительно влияющее на нашу жизнь. Главные экономические тренды недели прямо сейчас. Алтайский край стал одним из лидеров среди регионов Сибири по росту оборота общепита за три месяца 2018-го. Напомним, это показатель, который характеризует, насколько больше или меньше люди стали ходить в рестораны. А значит, насколько мы стали больше тратить. Так вот, край на третьем месте в Сибири звучит неплохо, если не знать, что рост составил только 1,3%. Ну, даже с таким показателем бронзорейтинга. А на первом месте снова Республика Алтай. Там ошеломляющие почти 7%. В остальном же, увы, в рестораны люди не сильно-то и устремились за последнее время. Но напомним, что до 2015 года рост был более ощутимым. Ну и вообще он был. Так что последствия кризиса еще, получается, не преодолены. Что и сколько есть жителям Алтайского края, этот параметр, как выяснилось, меняется раз в 8 лет. Такой вывод можно сделать из того, что в регионе накануне оставили в силе потребительскую корзину от 2013 года. Именно тогда она последний раз менялась, с 2006-го. Но сначала, что такое потребительская корзина? Это минимальный объем продуктов, товаров и услуг, которые нужны человеку для поддержания жизнедеятельности. А на основе этого рассчитываются различные льготы и прожиточный минимум. Так вот, если еще в 2012 году житель Украя нужно было 137 хлебных продуктов, 137 килограммов, то сейчас действует норма в 131 килограмм. Зато мясных продуктов нужно не 40, а 58,5 килограммов. Ощутимый рост, а молока потреблять нам предписано уже не 187, а 240 килограммов. Вот так меняются наши потребности. Ведь корзину разрабатывают на основе медицинских рекомендаций. И таковой она будет минимум до 2022 года. А теперь традиционный разбор одного экономического явления. Знаете, старый мост через Обь в Барнауле. Состояние его сейчас оставляет желать лучшего, но если ямы на нем заделали, то до сих пор неизвестно, кто же должен спасти его от обрушения. А оно мосту всерьез грозит, если ничего не делать. Представляем вам экономико-инфраструктурный блокбастер под названием «Мост». Барнаульский старый мост построен в 1955 году. Снизу железная дорога, сверху автомобильная. Стоял он и основательно не ремонтировался почти 60 лет, 40 из которых был единственной барнаульской переправой через Обь. В 2013 году из-за частичного разрушения мост закрыли с вердиктом не использовать без проведения капремонта. Тогда провели лишь частичный ремонт и пароезд вновь открыли. Смета на капитальный составила около полумиллиарда рублей. Таких денег мэрия не нашла. Ну или не искала. Но в 2016 году после судебных предписаний все же провести капремонт решила избавиться от старого моста. Удалось. В конце 2017 суд постановил отдать объект в федеральную собственность. Обязанность под ремонтом возложили на Росимущество. Но этому ведомству удалось отбить решение, так как по закону за федеральной дорожной инфраструктурой должен следить Росавтодор. Ему Росимущество и пытается передать объект в собственность через суд. Пока же мост парадоксально не принадлежит никому. Машины едут, дорогу моста починили неизвестные, время идет. Продолжение следует. А закончить хотелось бы словами представителей трех барнаульских торговых центров, которые оказались закрыты из-за нарушений норм пожарной безопасности. Это, напомним, район, Гулливер и Арена. Как они объяснялись с арендаторами насчет сроков открытия после закрытия и вообще причин таких нарушений? И как они общались с нами, журналистами? Вот их официальный типичный комментарий. Да, мы не забыли добавить текст, просто они хранят молчание. Но если перед нами у них обязательств, в общем-то, нет, то по отношению к арендаторам такой подход довольно странен. Барнаульский бизнес такой вот, ну или российский. Увидимся через неделю. Счастливо.